Ясас. Сегодня поговорим о дакосе. Это традиционное критское блюдо, очень простое в приготовлении, сытное и, самое главное, полезное. По сути, дакос это критское мезе, то есть небольшое легкое блюдо, который состоит из ячменного сухарика, на который обычно попадется пятеркий томат и сыр фитар. Ну и также поливается все отдельно маслом. Могут быть и другие вариации, могут добавляться красный лук, перец и, конечно же, орегано. Простое ли это блюдо? Да, конечно, простое, но в каждом блюде есть своя изюминка. Изюминка этого блюда, во-первых, сухарики, сделанные из ячменной муки. Во-вторых, сухарики дважды выпекаются. Первая выпечка, формируется сам блюдо, выпекается, потом режется на части и высушивается. Это вторая выпечка. И в-третьих, в тесто не добавляется сахар, а добавляется мед. История этого блюда посходит в то далекое прошлое, когда мужчины-критяне, уходя в город для того, чтобы пастерец, брали с собой сухарики, вначале это масло, сыр, вино. И когда приходило время перекусить, они, конечно, брали этот сухарик, смачивали его оливковым маслом, добавляли в сыр. И, конечно же, обыкновенный хлеб, он бы не выдержал таких длинных сухариков. Это очень простое блюдо, и давайте приступим к вам. Для приготовления ячменных сухариков нам понадобится 200 грамм ячменной муки, 300 грамм пшеничной муки, 3 столовые ложки меда, сухие дрожжи, 1 столовая ложка соли, также понадобится 60 миллилитров красного сухого вина, 60 миллилитров оливкового масла и теплая вода. Для активации дрожжей берем 280 миллилитров теплой воды, 7 грамм сухих дрожжей, немножко муки, и вливаем мед, 3 столовые ложки. И все аккуратно перемешиваем. Для активации дрожжей ставим тарелку в содержимое теплое место на 10-15 минут. Вот такая получилась у нас опара. Сначала смешиваем сухие ингредиенты, пшеничная мука, ячменная мука, соль. Затем добавляем опару, красное вино и оливковое масло. И все перемешиваем до формирования теста. Откладываем ложку и начинаем вмесить тесто руками. Вот такое у нас получается красивое тесто. Теперь мы его ставим в теплое место на час, накрыт плотенчиком. Давайте посмотрим, что получилось. Вот тесто увеличилось. Достаем наше тесто. Нужно его немножко обмять и дать ему немножко подняться. И потом можно будет уже формировать наши максимальные тесты. Достаем наше тесто. Тесто разрезать на две половинки. Обминаем его немножко. И катаем, катаем большие колбаски. Название Паксимадия получила от пекаря Паксмаса, который жил в первом веке нашей эры. Он совершенствовал технологию двойной выпечки. И в честь него стали называть, собственно, это блюдо, эти сухарики Паксимадия. До этого сухарики называли греческим словом деперитис. А после того, как Паксимас посовершенствовал технологию двойной выпечки, в честь него стали называть Паксимадия. Теперь делаем небольшие надрезы. И после этого можно будет отправлять выпекать. И выкладываем тесто на наш рот. Ставим в разогретую духовку. Температура в 175 градусов примерно на час. Вот такой у нас получился багет. Теперь мы его режем на сухарики. И отправляем печку сушиться при температуре примерно 100 градусов. После просушки получились такие катаплектика Паксимадия. Обильно поливаем оливковым маслом. Добавляем готовый томат. Его вы можете перетереть сами или купить в магазине. Посыпаем сыром фиталь. Посыпаем орегано. Украшаем оливками. И в конце поливаем обильно оливковым маслом. Калиорекси. Калиорекси. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...